13 кто-то считает это число несчастливым чертова молдюжина кто-то напротив уверен в том что это число волшебное несет в себе некий позитивный заряд вот у меня была машина у нее был госномер 13013 я не помню там встречал какого-то близкого человека откуда-то или вез куда-то и выехал навстречу мужик произошло дтп и как бы номер 13 подвел но с другой стороны все заплатила страховка в итоге я все выбил и так далее все живы и без травм так что номер 13 число 13 двоякое а сегодня понедельник тому же в этот день в понедельник 13 но это было начале двухтысячных сгорела моя работа натурально но это было один в январе 13 января столб дыма встречал меня по дороге от метро до редакции что ж вчера было 12 число 12 это положительное число дюжина и вот именно вчера патриарх русской православной церкви кирилл гундяев произнес на проповедь и проповедь его была хорошую сторону направлена он говорил о доброделание как они любят словечки вот такие вот доброделание словечки такой типа исконная типа старая типа наши все и в то же время есть патриархи в самом что-то чуждое а может быть это кортеж на котором он ездит или дорогущие часы а или табачно-алкогольный бизнес в анамнезе это история болезни а может быть слова которые он употребляет очень важно сегодня проникнуться тем что социальная работа должна быть приоритетной задачей на уровне приходов монастырей и епархий и всей церкви это проповедь нет это набор лозунгов таких штампов один за другим словно какой-то партийный работник или товарищ штатском вещает ну да ладно отбросим все предыдущие всякие гадости все что могло бы дискредитировать церковь а рпц именно как христианскую организацию в том числе забудем и про храм вооруженных сил выстроенный в парке патриот которые злые языки говорят аффилирован как имущество с дочерью но вы поняли кого героя героя россии который не служил вот обойдемся без имен и фамилий и поделаем немножко добрые дела поговорим о добре и зле сегодня дорогие друзья последуем совету кирилла гундяева который не кирилл а владимир на самом деле хорошо окей ну вот фамилию не упоминаем но зачем имя то менять кирилл владимир будь владимиром что ж и так знаете ознакомился я сегодня с появлением нового такого то ли движение то ли объединение путь домой прочитал их манифест который к слову основывается на второй статье конституции россии человек его и про и права и свободы есть высшая ценность и все не убавить не прибавить к слову на эту фразу в конституции мое внимание обратил александр павлович алексеев создатель часовенки а у белого дома в память о бойне 93 года и вот а кровушки попробовали и понравилось и пошло поехало добрый день друзья с вами снова я захарыч блаженный подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии описание подскажет как поддержать мою деятельность там другой номер теньков карту сбербанка мне заарестовали печальная история ну да ладно и так путь домой выступает против много чего против бессрочной мобилизации первую очередь вдумайтесь как это звучит бессрочная мобилизация ведь именно это и происходит на самом деле не частичная да но это только часть правды о том что происходит бессрочная и потому что мобилизованных со скрипом отпускают если вообще отпускают в отпуска и в принципе как говорила намекал не особо ты намекал глава рф они там пробудут пока не закончится аббревиатурное мероприятие и так вот что что говорит вот это движение путь домой в своем манифесте мы против узаконенного рабства как мобилизованные так и контрактники должны иметь право на увольнение с военной службы по истечению контракта либо одного года с момента призыва мы против игнорирования нашей проблемы со стороны руководства страны их молчание против произвола командиров и репрессии в отношении наших военнослужащих отношение к военнослужащим как к расходному материалу они в первую очередь люди мы против расчеловечивания не существует орков и эльфов есть пропаганда и разжигание ненависти есть политика есть простые люди в руках политиков против репрессии в отношении родных и близких мобилизованных за выражение их протеста и так далее движение путь домой заявляет о себе как в это при родные близкие и супруги мобилизованных мужчин которые вот так заявляют о себе движение это в телеграмме есть и вот собственно по этим двум словам найти его и можно на самом деле антивоенные такие настроения они есть они растут они очень подавлены но они есть как же они подавлены подавлены они безусловно силовыми карательными и пропагандистскими методами страх и ложь две ножки табуретки сатаны и вообще все что происходит сейчас это действительно какой-то сатанизм а люди в больших городах в основе своей как жили так и живут несколько сотен тысяч человек мобилизовали кого-то заманили большими деньгами и контрактом но фишка в том что деньги то эти все уменьшаются и уменьшаются инфляция скачет и жрет а там говорят и с выплатами не все так гладко как намалевано что ж да и герои выходят совершенно разные достаточно глянуть на сравним сравнение вот к примеру владислав канюс житель прекрасного кемерово в ночь 13 опять 13 на 14 января 2022 года до 20 года простите он зверски убил веру пехтелеву свою девушку там ревность какая-то была вкупе с белой горячкой более ста травм он ей нанес несколько часов убивал на судили полицейских за бездействие за неприезд на вызов судили самого канюса дали 17 лет ему но вскоре а люди увидели его фотографии в военной форме и так далее и тому подобное на свободе с оружием а чуть позже пресс-секретарь владимир владимировича дмитрий faktor? прошу прощения песков чуть не сказал медведев о нын аз сообщила что искупил кровью но то есть получается такая арифметика в начале а зверски жесток у убил красавицу девушку свою девушку потом взял приплюсал еще крови и все в порядке 2 плюс 2 сатанинская арифметика вы не находите я нахожу и знаете между тем между тем художница из санкт-петербурга александра сколиченко а вот родилась она тоже 13 сентября 90 года я запомнил она занималась как это называется тихим протестом чем-то таким раскладывали антивоенные листовки под видом магазинных флайеров и ценников супермаркетах она также поступила на положила в перекрестке в петербурге на васильевом острове листовочки а потом ее схватили судили и дали восемь лет в ее случае сатанинская арифметика не сработает и сколько же таких честных порядочных людей сидит и страдает в застенках сидит подвергается ежедневным пыткам потому что само нахождение там в пыточных условиях есть нечто чудовищное сколько их там достаточно вспомнить полковника михаила шиндакова которого говорят сейчас чуть ли не в психиатрической больнице держит шамана александра габышева которого замордовали посадили и тоже держат и сколько таких людей страшно вспоминать и произносить имя фамилию навальный алексей навальный в действительно страшно представить себе что через что проходит этот несчастный человек действительно страшно а позволю себе рассказать вам одну жуткую новость которую опубликовал опубликовала сайт е1 екатеринбургский эту новость перепостили такие издания как лента ру совершенно благонадежно и так далее в елане свергловская область там военная часть там погиб артем булатов 22-летний молодой человек он был призван на потому что его там отчислили с 5 курса технического института но вот призвали его и он пошел там служить сам парень родом был из челябинской области сразу оговорюсь царствие ему небесное он снял видео другу это видео есть на сайте на я один на новостном висит артем булатов на погуглите я ссылку оставлю в закрепленном комментарии так вот он записал другу видео показал вот наш кабинет вот висят висит форма вот все аккуратненько простенько опрятненько а спустя небольшое время он его нашли выпавшим из окна головой вниз ничто не предвещало никаких мыслей о суициде в отличие от меня не было никаких слов что жизнь опостылила сдохнуть бы скорее предсмертные записки более того незадолго до этого был видеоконтакт с другом и тут такое смерть я безусловно как и родные и близкие артема не верю об самоубийство тем более что наручные часы парня нашли в мусорном баке понимаете ли на самом деле власть развращает а власть абсолютно развращает безгранично и вот как этот путь домой написал что против узаконенного рабства я абсолютно с этим согласен я против призывной армии и был против этого самого начала и продолжаю говорить об этом сейчас потому что это гражданская позиция я против потому что человек должен иметь выбор а и уж а если что чтобы это был не тот кого насильно затащили а чтобы это был осознанный человек готовы идти на смерть по каким-то своим причинам и готовы жить и сражаться и так далее а тут берут насильно человека бац и кто ответит за его смерть они напишут на бумаге они напишут что покончил с собой они напишут острая сердечная недостаточность забудут приписать что сердце побоев к примеру не выдержала они напишут бумага стерпит а закопают землю и все и нету и не было а это только ваши воспоминания мрачный ужас на самом деле это мрачный ужас потому что огромное число мужчин россии находится сейчас там в этой аббревиатурной ситуации и их вот пуската выпускают со скрипом о том чтобы вернуть людей домой по истечении какого-то срока не идет и речи что ж напоследок добавлю что чтобы то ни было все-таки рано или поздно но это зло тоже подойдет концу и важно в этой истории всем помнить с чего все началось кто все начал потому что они постараются сделать финал такой чтобы все обо всем позабыли добавлю что арестович политолог входивший в окружении на владимира зеленского имевший влияние в украине и сейчас нему прислушиваются он заявил о серьезном конфликте президента украины владимира зеленского и военных после непростой скажем так ситуации с залужным командующим войсками украины когда там фактически покушение было совершено на заместителя залужного и на самом деле вся эта конструкция потихоньку трещит по швам с учетом того что франция запретила передавать украине оружие из своих арсеналов то есть франция выходит из вот этой вот так называемой прокси войны хотя и войну это это по большому счету не назовешь два слова мрачный ужас вот и все и путь домой дай бог добрым людям всем оказаться дома чтобы прекратилось смертоубийство и общее безумие друзья подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии и поддержите мой труд описание подскажет как напоследок но далеко не меньшие по значимости где-то час назад над нашей планетой вновь вспыхнула мощнейшая магнитная буря точная мощность ее будет известно по результатам самой бури но людям метеочувствительным я от всей души рекомендую беречь себя пить побольше воды избегать стрессов не употребляйте алкоголь чтобы там не было чтобы там не было рано или поздно это зло тоже закончится да для чего как правило есть цитата господи цицерона что не помню того что а тираны всегда развязывают войны и дальше описывается почему и говоря простыми словами безусловно потому что во первых война все спишет и вся вся часть и любые огрехи все это спишется это утонет а в море крови как сказал господин песков смыл кровью и вот на эту вот страшную сатанинскую магию как правило и надеются те кто развязывает большое зло а во-вторых очень удобно держаться за власть всех кто против можно обзывать изменниками предателями врагами родины одновременно сакрализуя самая себя я имею ввиду а не себя тирана деспота а и себя и родину то есть если против тирана то против родины хорошо удобно ставить знаки равенства и что же получается что этот человек который в кемерово если он вообще человек в кемерово свою девушку убил он уже как бы герой получается так добавлю это иностранный агент медуза написала что гуглили вот этого владислава канюса уже героя героя вот как бы как бы герой а рф так или иначе может без звезды герой но уже ветеран человек заслуженный и обнаружили что он состоит а его страничка соцсети состоит в группе желающих уехать сша янки берегитесь янки берегитесь так а и Продолжение следует...